Всем привет дорогие друзья! Вот мы наконец-таки добрались до финала An Elder Scrolls Legend Battle Spire. Сейчас я нахожусь где-то над храмом Дагона. Как я, друзья, сюда попал. Помните, в прошлой серии мы остановились на том, что за нами гнались какие-то призраки. Около, ну, вроде трёх штук. Там потом лорд Дендер присоединился. В общем, если посмотреть на карту, здесь находится такая спираль. Я поднимался, поднимался, поднимался. Потом в какой-то момент я встретил призраков, которые совершенно не убиваются и просто тупо побежал наверх. И каким-то образом я смог сюда забраться по какому-то уступу. Здесь склону вроде как бы, фактически по наклонной плоскости я смог забраться сюда и оказался прямо над храмом Дагона. Но, к сожалению, на этом наши трудности не кончились. Теперь здесь находится вся его армия. На самом деле, это не я их привёл, они сами здесь находились. И дело в том, что вот путь в тот самый храм, он закрыт, друзья. Вот в этом вся проблема различными знаками. И нам, в принципе, туда нужно. А ключ находится у кого-то вот из этих парней. И нам нужно туда, друзья, спуститься и сражаться вместе с ним. Ну, как бы убить их там всех и узнать, у кого находится наш ключ. В этом, друзья, вся проблема. И это очень плохо. Потому что эти парни очень мощные. Поэтому, друзья, мы сейчас выпиваем зелье призрачности. Так, что ещё хочу сказать. То, что я поставил, друзья, русификатор новый и версию игры до 1.5. Потому что в конце уже столько количества различных багов и вылетов появилось, что пришлось это сделать ради диалогов, ради сохранения всего остального. Ради того, чтобы хотя бы мы смогли пройти эту игру, пришлось сделать всё это. Немножечко изменились названия. Но вот это вроде бы у нас Eterneless призрачность. Ладно, и в бой. Господи, какой кошмар. Ё-моё, их огромное просто, друзья, количество. Может, они сами себя перебьют. Так, стойте. У меня кончилось. Давайте ещё используем знак. Вот эти обычные пока что используем. Так, знаете, друзья, что? У меня оставались штаны призыва различных существ. Придётся ими воспользоваться, потому что в одиночку явно я тут всё не осилю это. Вроде бы... Нет, вроде бы вот эти, да, штаны у нас были. Так, стойте. Не хочу я пока что умирать. Где-то у меня ещё лиси и походки были. Ботинки. Вот придётся сейчас так немножко, друзья, помаяться, конечно, потому что это очень сложно всё. Вроде вот эти, да, лиси и походки. Вроде бы кого-то я вызвал, но непонятно кого. Ой, стой. Блин, я там от кого-то споткнулся и не могу уйти теперь. Так, снова. Так, это всё ботинки, которые нам пригодятся сегодня. Так, используем ещё невидимость. Блин, это призрак был. Так, где у меня там? Я должен же кого-то призвать. Хотя и сам умею, кстати, монстрюгу призывать. Но пока на мне призрачности, я это сделать не могу. Поэтому, так, используем все штаны. Давайте кого-то я... Я вроде какую-то... Или никого вообще не призываю. А, не могу колдовать, пока на мне эта фигня. Всё, понятно. Даже предметами, друзья, не могу колдовать. Поэтому зря я стратил заряды. Сейчас. Давай же. Вот кого-то призвал. Или никого опять. Ну, хоть кто-то. Ладно, я призрака убил. Блин, знаки. Огромный плюс. Так, ну, ладно. Одну летучку и одного призрака. Уже, друзья, дело пошло, можно сказать. Давайте ещё кого-нибудь призовём. Конечно, жесть это в конце. Ну, вот, ну, хоть кто-то-то появится или нет? Так, вроде неплохо. Убили одного лорда. Вот, у кого-то из лордов должен быть ключ. Вот, скорее всего. Потому что иначе, не знаю ещё, у кого он может быть. Так, так. Internalist, Observation. Нет, это мне уже сейчас не поможет. Restoration, Health. Так, вы мне только мешайтесь, призраки. Так, я там встрял где-то. Здесь есть, друзья, порталы, поэтому лучше нам в них не входить. Ё-моё, да что ж такое-то? Ладно, давайте сделаем сейв какой-нибудь дополнительный. Потому что не хотелось бы сейчас умирать уже. В самом конце, фактически. Я убью вас, трепещи. Смертный. Еее, остался ты последний. Ну, куда ты прячешься-то от меня? Он уж не знает, в землю зарыться, что ли. Да, друзья, ура, я это сделал. Обалдеть. Это просто огромное количество всеразличных тварей, которые здесь ходят. Так, это не входа. У кого входа? Надеюсь, хоть у кого-то здесь есть вход. Я же не зря просто так всех мочил. Это не вход. Нет, это не вход тоже. Кстати, там какой-то был свиток. Похоже на заклинание. Spell Resistance. Сопротивление магии. Нету. Так, ну, не издевайтесь надо мной. У кого-то же должен он быть. Да, есть, друзья. Лир, сигил, входа. То, что нужно нам. Какие-то еще перчатки, но сейчас даже не понять, что они делают. И мы, в принципе, можем ходить в сам храм. Ура, ура. Да. Правда, сохранимся перед этим тоже. Хоть бы мусочка какая-нибудь, да, была для разнообразия потом. Ух ты. Стой, стой, стой. Конечно, сейчас меня тут... О, меня уже, конечно, всем напичкали. Всем, чем можно. Поэтому жизни утекают просто. Вот почему-то от ядов не спасает. Хотя это не яд явно. Здесь не поймешь даже в этой игре, что яд, что не яд. Все одно. Все бутыльки одной тоже лечат. Все эффекты тоже все на одно лицо. Поэтому приходится просто терпеть. Ни в коем случае, кстати, сейчас не пейте там призрачность, например, потому что вы просто умрете. Вы не сможете колдовать, а вот эта вот магия, она будет вас поедать просто. И вы ничего не сможете с этим сделать. Так, вроде... Ну, там наверху козлит. Ух ты, еще один здесь. Так, а ты, парень... Ну, в принципе, с тобой тоже стоит разобраться, друзья. Кстати, вот уже за этой стеночкой находится Дагон. Видите, это личная печать Дагона здесь находится. Поэтому... Она, кстати, была у портала. Помните, в самом начале игры, у Бэтлспайра, там была точно такая же печать. Поэтому мы пока что не выберемся. Нам нужно достать эту печать у Дагона. Так, ну ладно, истратили заклинания, жалкие. Жалкие заклинания, говорю. Это все? Ух ты! Ой, е-мое! Неприятно, конечно. Убить целую армию и умереть от одного чертова Деэдре. Это даже глупо, я бы сказал. Ну, давай. Ой. Какой осилен вообще. Жесть, просто на тебя потратил неимоверное количество магии. И у тебя есть сигил входа еще один, отлично. И еще какой-то скроллов резистанс опять. Опять какая-то магия бесполезная, друзья. Так, и остается там еще один, видимо, наверху. А здесь бутыльки явно лечения. А, кстати. А, это просто жизни лечит. Неинтересно. Мне-то нужна магия. Так, магия, магия, магия. А, кстати, здесь у меня вроде вот этот меч какой-то был. Я тоже сейчас не поймешь. Какой-то кинжал, да, он вроде магию восстанавливал. Я все еще помню его. Так, сохраняемся. Так, ты последний остается. У меня, кстати, все еще метка призванного существа лежит на мне. Хотя я никого вроде так и не призвал. Так, ну не честно. Хорош. Вот с тобой легче, ты сложнее, но я тебя победил намного легче. Вот удивительно. И у тебя такой же точно знак. Да, зря я с ним сражался. Ну ладно. Так, здесь уже, друзья, где-то можно увидеть догона. Кстати, вон, друзья, видите, внизу догон там сидит. Скоро мы до него дойдем. О, я чувствую, там еще больше всяких существ у нас. Так, ладно. Снова заряжаемся. FireShield. Поглощение. Невидимость, которая тоже не работает почему-то в этой игре. Поглощение заклинаний. Ресторейшн. И хелс. Так, сохраняемся. Ох, 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 ох. Парни, а, кстати, возможно, вы друг друга убьете, если я смогу правильно использовать этот момент. Да, вот эти ботинки. Ой, невидимости. Вы не стали стрелять? Серьезно? Ай, я что, поджегся на пламени? Жесть. Так, понятно. А, значит, я вот так вот вас... Я немножко сжульничаю, так сказать. Так, 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 минус один. Стой, стой, стой. Блин, ну, в последний момент решил меня немножечко греть, да? А до этого магию они не хотели использовать. Все-таки какой-то интеллект есть. По крайней мере, зачатки интеллекта у него тоже точно есть вообще. Так, ну ладно, хотя бы сохранюсь, потому что хоть одного убил. Только вот не знаю, куда сюда, наверное. А то вдруг еще умру здесь от эффектов. Вот, кстати, вот видите, немножечко здоровья не до конца, и все. И вот если он ударит, он убьет с одного удара. Поэтому вот приходится прямо до конца все восстанавливать. Но это, друзья, последние бои уже, так что сейчас уже, друзья, скоро мы встретимся с Дагоном. Там, здесь пришлось немножко повозиться нам. Ё-моё, да что ж такое-то? Да что ж ты так меня не любишь-то? Так, опять жизни нету? Да сколько у тебя магии-то? Кошмар! Я уже запарился с ним, друзья, честное слово. Давай же, умирай уже. Вроде меч хороший, и все у меня есть. Ну, блин, просто непробиваемые парни. Ах, так, ресторейшн. Жизнь не восстанавливай уже. Да езжешь, ну убил я его. Как мне надоели вы, парни. Так, что у вас? Сигил входа есть? То есть, вроде мы три сигила достали, друзья. То есть, вроде больше нам здесь ничего не нужно. Так, ура. Ура, ура. Фух, слава бог, друзья. Теперь мы можем, в принципе, добраться наверх до Дагона. И теперь я расскажу немножечко о баге, которые здесь есть вообще. Все, исчезает, исчезает. Дальше, вот на уровне, там есть баг. Очень неприятный. На версии 1.2, возможно, только у меня, возможно, он всегда появляется. Там не активируются, друзья, шары, которые нужны, чтобы попасть в портал. К сожалению, это так. Поэтому приходится... Пришлось поставить версию 1.5. И, в принципе, спокойно уже тогда пройти. Так, вот единственное, здесь этих парней, их огромное количество. Мы сейчас быстренько используем зелье, где у меня призрачности. И убираемся, активируем первый шар, второй шар и, собственно, телепортируемся. То есть, вон там видели два шара, я их... Просто прикасайтесь к ним и, оказываемся, мы, друзья, наконец-таки у Дагона. Конечно, бывают и похуже уровни, особенно Даггерфул. Там вообще, конечно, полный капец. А здесь, конечно, полегче, но врагов все равно море. Так, сразу же, друзья, делаем звук. Погромче, чтобы вы все слышали. Ну, как бы музыка, музыка будет в конце. И теперь, друзья, самое главное, что мы делаем... Помните, во-первых, нам нужен был меч. Меч, вот этот вот дейдерический меч, который якобы полумесяц. Потом мы одеваем полный комплект брони. К сожалению, брони... Вот, вроде бы, вроде бы вот эта вся и есть броня. Которая непонятным языком здесь написана. Так, да, вроде этот. Это у нас, да, тоже. Потом ботинки мифриловые. Стальной, вроде бы, да, у нас каркас был. Далее, потом перчатки эти, вроде бы. То есть, ЦГФ, ЦБХХ. Ну, в общем, полный комплект вот этих вот доспехов у нас должен быть. Он должен быть полностью одинаковым. Единственное, да, вот этот наплечник не из нашего комплекта, а где у меня наплечник? Где-то лежал. А, нет, этот не тот наплечник. Ну-ка. Должен быть полный комплект. Так, стойте. Это у нас что? Это что-то не то у нас. Гаунтлет, Сильвер. Вот это что вообще? Как это выглядит? А, это так и выглядит, друзья, точно. То есть, мы одеваем вот эти вот. Вот, вроде все. ЦГФ. Видите, еще проблема в чем? Грусификатор, а то, что здесь вообще... Главное, чтобы вот в конечное название оно полностью совпадало по буквам и все. Вроде все одели такое. Ну, вот эти браслеты, вроде бы, их нет у нас. То есть, как бы, они не обязательны. Фактически. Так, и, в принципе, можем направляться к догону. Их, вроде, всего шесть штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, всего шесть частей. И, друзья, кого мы здесь видим? Это, друзья, та самая Ваташа Тренель. Теперь я, наконец-таки, узнал в конце игры. Я узнал-то, что она женщина. Я всегда это знал. Но дело, друзья, в том, что, понимаете, если вы играть начинаете за женщину, я прочитал, то спасать вы будете мужчину. То есть, там у него другое имя будет, другая фамилия. Поэтому вот такая вот фигня с переводом и вышла. То есть, где-то мы слышали то, что это он, где-то она. Это вот, потому что Фаргус опять все напутал. Где-то из одних диалогов взял тексты, где-то из других диалогов. Ну, хотя бы, хоть везде Ваташа Тренель она осталась. И это действительно женщина, друзья. Ну, и, собственно, догон, конечно же. Сам догон. Правда, он немножко уменьшился в размерах, но все равно. Русификатор, друзья, теперь от Седьмого Волка. Он немножечко похуже, чем Фаргус, но, тем не менее, хотя бы что-то. Я в порядке, лорд Огон, спасибо. Хотя не могу сказать то же самого о вашем слуге, кто принимал меня. Congratulations. Your honor of the Savior's hide protects you from the magical forces that paralyze your friend. You are well prepared, which is exactly according to plan. Some important and valuable artifacts have long eluded my grasp. And now you thoughtfully bring them to me. Я вижу, что вас хорошо информировали шпионы. Соблазнительница, которая точно следовала моему плану. Конечно, теперь вы думаете, что знаете все и станете легкомысленным. Помните, друзья, та самая соблазнительница, которую мы встретили раньше еще на уровне пятом? Мы ей там вроде что-то такое рассказали, она, в общем, ему донесла вроде как что-то. Come now. Surely a Daedra prince can fear no harm from a humble creature like yourself. Хм, легкомысленный, как и я, сказал, только подумайте, что это скромное существо, знает секрет вашего протомимика. Я высылаю вас, Михруна с Дагон, Лехе Логаха, к источникам забвения. Как вам нравится? Их яблоки что? Господи, какой перевод ужасный. Жесть. Ну, в общем, не думай то, что я легкомысленный, я-то знаю твой протомимик, в принципе. Ну, я должен сказать, я впечатлил. Браво. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Конечно же, теперь вы сотрете меня в порошок, потому что мне не хватает неонимики. Но вы знаете, я сегодня в ударе. Да так, что могу держать пари, что я смогу предположить вашу неонимику. Смотрите, а как насчет Джекен Хлехо, Дехбе, Эфехэзепе, короче. Это только предположение, но как насчет этого? Я высылаю вас, Михруна с Дагон, Лехе Логаха, и бла-бла-бла, к источникам забвения. КОНЕЦ 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 Дагон, а то я свою фразу уже не могу сказать Конечно, как я мог быть так глуп, чтобы встать на этот путь без оружия? Только оружие, сделанное от вашей собственной сущности, может уничтожить вас Но подождите, смотрите, что у меня есть Палаш луны, сделанной от вашей собственной сущности Видимо, от вашего темного соблазнителя, кто недавно пал в бою Не достаточно ли этого, чтобы надеяться, что это оружие мне необходимо? Ты прав, мёртвый Я был милый М ошибки были сделаны Но нет больше Ты сейчас умерешь, пока больше ошибок были сделаны Моего старого друга и союзника, кто мне поможет Джасил Морген Джасил, в соответствии с вашей клятвой, я зову вас, приди Это действительно нужное время Понимаете, друзья, там было ещё одно условие, да, победы над Дагоном Мы читали, кстати, в самом начале, позапрошлого уровня, по-моему То, что нам нужно ещё призвать некоторых своих старых друзей Для того, чтобы они помогли нам, в принципе, справиться с Дагоном То есть нам нужно оружие, нам нужны доспехи, нам нужен его неонимик И нам нужны друзья, которые дали нам клятву А как раз Джасил Морген, помните её, да, мы спасли Она дала клятву то, что сможет помочь нам победить Дагона И, друзья, сейчас главное действовать быстро и в бой Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и всё, друзья, мы смогли победить Дагона Это, наверное, самый лёгкий противник за всю игру То есть он убивается одним лишь ударом Но, видите, не всё так просто Понимаете, в этой битве либо он вас, либо вы его Если вы будете мешкать и не будете наносить удар То он вас просто убьёт тоже с одного удара То есть тут кто быстрее фактически ударит Все ожидали эпичную битву Но, к сожалению, её не случилось Я вообще не знаю То же самое было и в Обливиане, да, то есть там тоже никакой эпичной битвы не было Там, нет, там, конечно, был эпик, да, там двое И, собственно, Катош и Мехрундагон, такое небольшое сражение Но, в принципе, он там тоже умирает с одного удара Я считаю то, что Мехрундагон Это, наверное, самый большой неудачник из всех Деэдер Который здесь появлялся Он, вроде как, около 4-5 раз пытался проникнуть в Тамриэль Захватить его, но, в общем, ни разу у него так ничего не вышло И не вышло и в Бэтлспайре Мы смогли его остановить К сожалению, да, диалоги в конце игры Не очень вышли из-за русификатора седьмого волка Не ставьте русификатор седьмого волка Лучше бы даже на английском, наверное, послушали бы Но, тем не менее, там тоже с юмором все это сделано В общем, игра пройдена, друзья Ура, ура, ура Бэтлспайр спасен Ну, как спасен Он, фактически, друзья, полностью разрушен Но он, ну, как бы сказать, остался летать в небе Где-то там в каком-то, по-моему, измерении В него, вроде, то ли по рассказу, то ли еще по каким-то играм Там попадает несколько человек Но он, в принципе, больше Не дает порталов в другие измерения Да, там остается такая, как бы, разрушенная школа И он остается вот так вот летать Где-то парить Но, в принципе, это уже такая нерабочая Остается станция И там больше никого не будут обучать Скорее всего А, возможно, ее отреставрируют Ну, хотя в дальнейших частях тест Больше упоминания Бэтлспайрита и не было Фактически Вот так вот, друзья Мне очень понравилась игра На самом деле, в начале Я признаюсь то, что у меня были Пессимистичные какие-то настрои Я думал то, что игра ни о чем На самом деле будет То, что здесь будет, знаете Так все на отмашку сделано Безыздой То есть, лишь бы там Какой-нибудь деньги там срубить С небольшого бренда Чтобы продержаться до Морвида На самом деле нет Игра получилась шикарной Она намного интереснее Даже, чем Арена та же Здесь огромное количество Да, озвученных диалогов Что самое интересное Потом в Морвене, конечно Никто ничего не озвучивал А здесь все диалоги Они просто сделаны С огромным юмором С такой любовью, знаете То есть, я посмеялся На самом деле от души Во многих ситуациях Поэтому Респект Разработчикам Вот действительно Вот такого, знаете Не хватает, наверное, тесту То есть, в тест случаются Да, приколы Много приколов Особенно там Со стражниками Сладкими рулетами И так далее Но вот таких вот Забавных диалогов На самом деле мало Потом Дедры вообще Сделали очень серьезными И в Морвене И в Обливиане Тем более Они стали вообще Супер серьезными То есть, скучными Какими-то даже А вот здесь Вот у них Такой вот, знаете Изюминка есть Такой вот На грани безумия И юмора такого Но, видимо Они там были Очень сильно рассержены Уже в Обливиане Потому что там уже Дагон в который раз Пытался захватить Черт возьми Этот там Риэль Поэтому Дедры Тоже были уже злы И в общем И в Обливиане У него тоже Ничего не получилось Я говорю Он неудачник Система боя Здесь осталась Такая же Движок новый Да, красивый Но тормозит Это вообще Конечно Возможно Эмуляция виновата Но я что-то сомневаюсь Мне кажется И раньше Тоже игра Сильно тормозила Поэтому Мне кажется Все так и осталось Ну Красиво Эффектно Ролики классные Кстати Музыка классная Была в роликах В общем Игра мне понравилась Сильно Здесь много интересных уровней К сожалению Многое сводилось Все равно Собери там Сколько-то доспех Деталек Проходов Печати И так далее И тогда попадешь На следующий уровень Тем не менее Ради диалогов Хотя бы ради диалогов Это стоило пройти Ради того Чтобы посмотреть Какие Дедры Как они мыслят вообще Какие у них тут Взаимоотношения Мы вот это все рассмотрели Мне кажется Эта часть Она вот достойна Все таки быть В серии Тесс Как отдельная такая часть Которая вот именно Рассказывает о Дедрах Много всего интересного Ну и различных Деидрических артефактов Не считая вот этого Полумесяца Который должен был По идее быть Полумесяцем И не палашом Но так уж получилось Видимо И друзья Что мы Друзья Проходим дальше Я вам не скажу Заходите всегда В группу ВКонтакте Чтобы узнать Что мы проходим дальше Могу сказать только О следующих сериях Тесс Ридгарда Пока не будет Не знаю Будет ли он вообще Потому что Друзья Я пытался Настроить его К сожалению Ридгард Очень сильно лагает Если в двух Словах описать Это очень трудно На самом деле Ридгард построен На таком движке Что Досбокс Не может его Адекватно эмулировать Там огромные лаги Появляются Самому поиграть Можно Но вот На записи Это вообще Никуда не годится Поэтому Ридгарда Не будет Я еще пробую Способы С виртуальной машиной Но это Друзья Занимает Очень много времени И не знаю У меня вот сейчас Как бы времени нет Возиться с этим То есть возможно Когда-то Я найду время И смогу Понастраивать Там попробовать Через виртуальную машину Как-то запустить Ридгарда Установить там 98 Windows Попробовать через него Но пока что Друзья Ридгарда Не будет Не знаю Возможно Когда-то Я смогу Заняться Этой проблемой И мы Сыграем еще В Ридгард Потому что Ридгард Тоже вообще Очень интересная Игра На самом деле Там такая Классная Сюжетная История Повествуется Именно на нее Сделан акцент Конечно же А не на битвы Либо еще на что-то Вот И что касается Тесс онлайна Знаете В последнее время За все прохождение Мне наверное Задали раз 5 Вопроса Тесс онлайна Я уже не знаю Просто как отвечать Людям Просто сказать Да не буду я Проходить Тесс онлайн Друзья То есть Я уже высказывал Не раз свое мнение Тесс онлайн И оно крайне Негативное Как и о всех ММО То есть Это чисто Моя позиция Я никого не заставляю Думать То что там ММО По Тессу Это плохо И так далее Я считаю Что это плохо Лично моя позиция Я считаю Что ММО Это зло Которое Разрушает Все РПГ Я так считаю И мое мнение Не изменится И Тесс онлайн Это ужасно На самом деле То что из него Сделали ММО Лучше бы уж Вообще ничего не делали Либо делали Что то подобное Бэтлспайру Потому что Гриндить Ходить мобов Это вообще Не по Тессовски Я вам скажу В общем Моя позиция Друзья ясна Никогда не будет Тесс онлайна На моем канале Вот хоть убейте Она так же Скатывается пропасть Даже как ММО То есть Вначале сделали С платными подписками Сейчас платные подписки Насколько я знаю Убрали Оставили просто за 5000 Купите игру Хотя бы нашу Я предсказываю это Потом ее сделают Полностью фри ту плейна И она скатится Вообще в никуда Ее все забудут То же самое И будет с ней В общем Как и Катор Раньше Мог бы выйти Третий Катор Но ради Жадности Издателей Котор Решили сделать из него ММО И якобы срубить бабло На самом деле Ничего не получилось У них В общем То же самое Ждет и Тесс онлайн Помяните мое слово То же самое и будет Поэтому никакого Тесс онлайна Максимум Ридгард Еще будет и все И моды Возможно мы там В будущем Что то в этом роде Поэтому ладно На этом все друзья Я надеюсь что вам понравилось Прохождение Зря те кто не посмотрел Бэтэспайр Обязательно посмотрите Вы многое потеряли На самом деле Столько юмора В этих диалогах Скрыто что вообще В общем Ладно друзья Спасибо всем кто поддерживал Кто комментировал Кто оценивал Я надеюсь увидеть Вас в следующих прохождениях Возможно не только Тесса Возможно и многих других игр Поэтому друзья Спасибо вам огромное Увидимся В следующих прохождениях Всем пока